Дельфы. Древнегреческий город в юго-восточной Факиде. Общегреческий религиозный центр с храмом и оракулом Аполлона. В дельфах проходили общегреческие эпифийские игры. Раскопками открыты храм Аполлона-Пифийского, сокровищницы сифносцев Афинян, стоя Афинян, театр, стадион и другие сооружения. Археологический заповедник Дельфы включен в список всемирного наследия. География. Руины древних делев расположены в 9,5 километра от побережья Каринфского залива на юго-западном склоне горы Парнас на высоте 700 метров над уровнем моря. Современный небольшой населенный пункт Дельфы находится неподалеку, восточнее руин Дельфы входят в Номфакейда. Дем сегодняшних делев с января 2011 года включает в себя и приморский городок Галаксиди. Этимология. Греческое слово дельты псилона лямбдафи омикрон йота восходит к индоевропейскому корню дельты псилона лямбдафи псилон сигма матка лона утроба. Отсюда происходят и слова альфа дельты псилона лямбдафи омикрон сигма брат или букв единоутробный и дельфин новорожденный младенец утробный. Причина такого названия видимо связана с тем, что в представлении древних греков неподалеку от храма Аполлона находился пупо земли. Мифология. Зев спасла ус краев света двух орлов и они встретились на пифийской скале. Эта встреча обозначила, что там находился пупо земли, которые охраняли две горгоны. Некогда доля дельф принадлежала Геи. Она отдала ее Фемиде, а та подарила Аполлону. По Трезенскому рассказу дельфы ранее принадлежали Посейдону, а Калаврия Аполлону позднее они поменялись местностями. К югу от храма Аполлона в дельфах был храм Геи. Стату Аполлона в дельфах в виде колонны упоминает Евмел. В городе было также прорицалище Диониса. По орфикам там гроб старшего Диониса. Он лежит по треножникам или в Амфале. По Еврипиду дельфы пытались разграбить воины Кадма. Согласно мифической традиции существовали следующие храмы Аполлона. Храм из лавра из деревьев в темпах из пчелиного воска и крыльев. По другой легенде из папоротника унесен в край гипербореев. Из меди работы Гефеста, каменной работы Трафония и Агамеда сгорел в 548 седьмых грамма Дуэн. И по археологическим данным, построен во второй половине семи века Дуэн. И построенный амфикционами, строитель Спинфар разрушен землетрясением примерно в 373 году до н.э. и затем перестроен. Его руины сохранились до сих пор. На третьем храме сидело шесть золотых птиц, которые завораживали посетителей. Эти умирали. Зевс поразил храм Перуном, убив птиц и спрятав храму от людских глаз. Птиц же Афина наделила пророческим даром. Этих птиц отождествляют сиренами. История. Согласно археологическим данным, объектом поклонения в Дельфах, начиная примерно с 1600 годом до н.э. Было женское божество, связанное с культом Матери-Земли. Около 1100 года поселение приходит в упадок. По археологическим данным, между 1735 г.г. идет эволюция дельфийских треножников. Они приспосабливаются в качестве сидения. Дельфы участвовали в Первой Священной войне против соседнего города Криса, в результате которой Криса была разрушена. Известен тиран Криса. В дальнейшем известны и другие священные войны. После последней, четвертой, защитником Делев признается Филипп II Македонский. В VII-VI век до н.э. Дельфы стали играть роль общегреческого святилища. Дельфийский оракул обладал высоким авторитетом в греческом мире, принимая решения в политической и религиозной сферах. В дельфах также хранился священный камень – Амфал. Кроме того, с начала VI век до н.э., в дельфах раз в четыре года стали проводиться пифийские игры, выражавшие чувство принадлежности к одной нации. Во время их проведения устанавливалось священное перемирие. В город стекались многочисленные дары, находившиеся под защитой дельфийской амфиктионии. Дельфы выступали в сознании греков, как духовная столица эллинского мира, как общий очаг Эллады, что позволило дельфийским жрецам на протяжении столетий пользоваться не только религиозным, но и политическим влиянием. Благодаря такому статусу, дельфы стали центром кредитных операций. Процедура обращения к оракулу и форма его ответов недостаточно выяснена. От имени Бога ответы давала жрица Аполлона Пифия. Античные авторы изображают пифию сидящей на треножнике над расселенной и опьяняемой подымающимися оттуда парами. Современные исследования пока не дали однозначного ответа о природе этого явления. Ответы давались прозаической или стихотворной форме, допускавшей различные толкования. Каталог дельфийских ответов Парка Уэрмелла включает 615 прорицаний. Уже в мекенских текстах упоминаются слова «Тирипа» и «Тирипадика». Влияние дельфа начала ослабевать уже с конца V века до Н.Э., но дельфы оставались одним из крупнейших общегреческих святилищ. В 290 граммах до Н.Э. Власть над дельфами перешла к Италийскому союзу, затем власть над дельфами установила Рим. В 80-е годы I века до Н.Э. Город был разграблен фракийскими племенами. В конце I века Н.Э. Храм в дельфах был восстановлен. Последнее известное обращение к Оракулу относится к III веку Н.Э. Окончательно был запрещен в 394 году императором Феодосия М.А. Пифийские игры. Пифийские игры были после Олимпийских игр, вторыми по значимости и общей линскими играми античности. Сначала игры проводились каждые 8 лет, а начиная с 586 годом до н.э. В честь Аполлона Пифийского стали проходить каждые 4 года. Первоначальные игры состояли только из одного вида – состязаний пения под аккомпанементки и фары. Позднее добавились другие художественные и атлетические соревнования, такие как состязания на колесницах и верховая езда. В театре города Дельфы проводились музыкальные соревнования, а на стадионе Дельф – атлетические состязания. Гонки на колесницах устраивались на равнине у соседнего города Криса. Проведение Пифийских игр было запрещено приблизительно в то же время, когда закончилось проведение Олимпийских игр. Другие факты. По сообщению Павсания, в Дельфах показывали камень, который Крон якобы проглотил вместо Зевса. Честь этого города была названа среда разработки Дельфи и одноименный язык программирования. Честь города названа извилина Дельфа на спутнике Юпитера и Европе. Фотографии.